В Беларусь хоть и ненадолго пришла настоящая зима. Даже воздух искрится от мороза. Днем столбик термометра опустился до минус 15. Время доставать самые теплые меховые шапки, шарфы и варежки. Стоит задуматься и об удобной обуви. Главное правило при составлении гардероба – многослойность. Выходя на улицу, возьмите с собой термокружку с горячим чаем. Добавьте туда сахар или мед. Они создадут действительно бодрящий энергетический эффект. Тогда даже в самую морозную погоду прогулка будет по-настоящему теплой. В такую погоду главный враг – обморожение. Потери чувствительности, ощущения покалывания, побеления кожи и волдыри – первые признаки, на которые стоит обратить внимание. Плюс зимой увеличивается число гололедных травм. Чаще всего в больнице обращаются с ушибами. Для пожилых падения могут закончиться переломом шейки бедра. При ушибах, повреждениях, связок сразу в первое время, кроме приязи обезболивающего, накладывается холод. Это лед из морозилки. Можно приложить только, конечно, через материю, чтобы не получить от льда тоже ожоги, возможно. В городе оказывается квалифицированная помощь травматологическая, она круглосуточная. У нас работают больницы имени Морозонов БСМП, круглосуточный травмопункт. Также наиболее тяжелые травмы, которые происходят, оказываются в приемном покое, и прием проводится тоже круглосуточно. Помимо пешеходов страдают и автомобилисты. Из-за гололедицы возрастает риск ДТП. ГАИ призывает водителей выбирать сдержанный стиль вождения. При этом дорожники к сюрпризам природы готовы. Запас на зиму – 12 тысяч тонн противогололедного реагента. Такая погода несет опасность не только на улице, но и в доме. Жителям частного сектора нужно быть на чеку. В холодную морозную погоду важно не перекаливать печи, камины, котлы, теплогенерирующие устройства, постоянно наблюдать за топкой печей, не использовать для розжига легко воспламеняющейся жидкости и не доверять топку печей детям. Зима 2022-го будет отличаться большой переменчивостью. И нынешняя неделя подтверждает этот климатический тренд. На завтра в стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за резкого изменения погоды. Ночью синоптики обещают морозы до минус 24. Днем же воздух прогреется до 4 градусов со знаком «плюс». Ожидается снег и туман.